с Ксенией Соколянской. Мы расскажем обо всем по порядку. Сегодня решалась судьба станции Беломорская, которая должна стать продолжением Замоскворецкой, то есть зеленой линии метро. Будущая платформа, еще даже не построенная, стала яблоком раздора для местных жителей. Они разделились на два лагеря. Некоторые устали добираться до ближайшей станции по пробкам и ждут открытия платформы по соседству, причем длится это уже несколько десятков лет. Других, наоборот, не устраивает шум от строительных работ. Удалось ли прийти к компромиссу этим людям, выясняла Валерия Пономарева. Невозможно, чтобы добраться до метро Речной вокзал. Невозможно. И с ним их тоже не выехать. Мы хотим, чтобы было метро. И мы хотим, жители этого города, хотим, чтобы было все удобно. Метро нам надо. Нам метро нужно обязательно. Вот отсюда метро на транспортную, на птичную. Час. Ну мы за метро, мы ездим везде, там, в центр. Ночью страшно возвращаться, ничего не ходит. Стройка закрыта, но информационный щит до сих пор говорит нам о том, что в третьем квартале 2015 года здесь будет открыта станция метро Беломорская. Хотя за этим ограждением уже ничего не происходит. Работы по строительству приостановлены. Метро не будет новость. Сколыхнуло Львобережный в начале апреля. Местные жители говорят, что ждали эту станцию более 30 лет. И теперь снова разочарование. Но больше всех возмутились владельцы квартир в новостройках. Они покупали квадратные метры в шаговой доступности от метро. А тут приходится шагать целых полтора километра до речного вокзала. Ольга Харькова пока даже не может зайти в свою новую двушку. Дом еще не сдали. Но радость от грядущего новоселья уже омрачена. За три минуты до метро, говорит женщина, она переплатила миллион рублей. Когда нам продавали квартиры, нам их продавали как квартиры у метро. То есть буквально вот тут недалеко. У нас квартиры были забронированы по одной стоимости. Когда наступило подписание договора, то стоимость квартиры выросла. В зависимости от метража, у двушек, у трешек от 700 до полутора миллионов. Пока ближайший остается речной вокзал. Третий по загруженности станция московского метро. В сутки через нее проходит более 100 тысяч человек. Это не только жители Северного округа, но и подмосковных Химок. Единственный способ доехать до станции – наземный транспорт. Беломорская должна была ускорить передвижение. Жителям этого дома, чтобы попасть на новую станцию, вообще достаточно было бы выйти из подъезда. Но им этого совсем не хотелось. Дом близко слишком будет располагаться. У нас будет... Мы будем слышать, отголоски будут метро. Поэтому мы против. Нам станция здесь не нужна. Потому что я хожу все время до метро пешком. Это даже полезно. В протяжении 8 лет у нас строится здесь дома. Мы постоянно в стройке живем. И теперь давайте еще построим метро с километром народа, и чтобы они здесь все ходили. Зачем нам это нужно? Большинство жителей все-таки за метро. Поэтому строительство возобновят. За москворецкую линию планируют протянуть до станции Ховрина. Место под Беломорскую оставят. Но вести работы пока не будут из-за проблем с грунтовыми водами. Сейчас для того, чтобы найти новое проектное решение, нужно время, нужно дополнительно финансировать. Нужно будет заниматься укреплением фундаментов. Поэтому мы техническую возможность такую в проектную закладываем. Но сейчас проходим от речного вокзала до Ховрина. Проходим в этом месте просто щитом без строительства станции. К строительству станции приступим где-то в 2018 году. Прежде чем возводить стены, строителям сначала придется заморозить грунт. К тому же необходимы специальные системы гидрозащиты. А это дополнительное время и затраты. А пока местным жителям придется полюбить пешие прогулки до метро. Валерия Пономарева, Игорь Павлов, Роман Таргин, Москва, 24.